Евгений Куевышев провёл рабочую встречу с мэром города Судак Сергеем Новиковым и вместе с гостем из Крыма и тысячами свердловчан принял участие в митинге-концерте, посвящённом второй годовщине воссоединения России с Республикой. В праздничных мероприятиях в центре Екатеринбурга приняло участие более 4 тысяч человек. Губернатор Свердловской области подчеркнул, что годовщина воссоединения полуострова и Российской Федерации – большой праздник. Он отметил, что за два года многие наши земляки сумели побывать в Крыму в качестве туристов и с деловой миссией. Безусловно, дружеские отношения, которые сегодня развиваются с городами Крыма, в частности город Судак, вот сегодня глава здесь, мы делаем много совместных проектов. Безусловно, мы будем дальше интегрироваться, помогать друг другу, помогать развивать и туристическую инфраструктуру. И, конечно же, будем всячески содействовать и способствовать тому, чтобы наши люди, наши дети отдыхали в Крыму. И, безусловно, будем интегрироваться с точки зрения нашей промышленности. Губернатор напомнил, что Свердловская область поддержала коммунальную сферу Судака. Город получил 12 единиц коммунальной техники. Специалисты Министерства ЖКХ оказывают коллегам из Крыма методическую помощь в оценке состояния коммунальных систем и объектов. Свердловский Минстрой способствует разработке градостроительных документов. А Министерство соцполитики нашего региона помогает Судаку повышать качество услуг в сфере социального обслуживания. Сегодня уже работает на улицах города Судака новая техника. Мы сегодня разрабатываем с помощью Свердловской области генеральный план развития городского округа Судак. Вы знаете, что это документ основной, главный, который вложится в основу развития всего городского округа. И он и будет лежать в основе развития тех проектов и тех отношений, которые сегодня складываются. Кроме того, налажено тесное взаимодействие промышленного комплекса Среднего Урала, который осуществляет поставки своей продукции на полуостров. Мэр Судака рассказал, что в республике 18 марта – национальный праздник. В этот день в Крыму проходят митинги, различные праздничные мероприятия и акции. Сергей Новиков также выразил слова благодарности уральцам за ту помощь, которую Свердловская область уже оказала полуострову. Те события, которые произошли два года назад, в неделе Крымской весны, всекрымский референдум, торжественное подписание в Георгиевском зале Кремля договора о вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации – это второе рождение Крыма. И в этом огромная заслуга жителей Крыма, простых крымчан и всех россиян за их поддержкой и опорой. Вместе с Евгением Куйвышевым он принял участие в торжественном митинге, посвященном воссоединению России с Крымом и Севастополем, который прошел на площади труда возле памятника отцам-основателям Екатеринбурга. Гостей праздника от имени организатора в митинге общественной палаты Свердловской области поприветствовал заместитель председателя палаты Владимир Винницкий. Лидер Свердловских единороссов Виктор Шепкий напомнил о том, что два года назад уральцы выходили на митинг, чтобы поддержать жителей полуострова морально, а в последние два года продемонстрировали, что могут помогать и делом. Мы выходили на митинги для того, чтобы Крым понимал, мы с ними, мы вместе, и мы вместе с крымчанами радовались итогам референдума. По словам Людмилы Бабушкиной, Свердловская область как промышленный флагман России помогала и будет помогать Крыму оборудованием, знаниями, специалистами. Она подчеркнула, что никто и никогда не сможет поколебать жителей российского полуострова Крым в принятом ими решении. Председатель Свердловской общественной организации ветеранов и Юрий Судаков, поздравляя собравшихся, отметил, что за время, прошедшее с момента возвращения Крыма в Российскую Федерацию, там уже побывали уральские ветераны и ребята из кадетского корпуса. Все категории жителей, от мала до велика, говорят, наконец-то блокада закончилась, и мы вместе с Россией. Ничто не объединяет наши народы, как общее дело. А сегодня в сложное время это патриотизм и безопасность нашей Родины. Перед праздничным митингом-концертом акции провела уральская молодежь. В историческом сквере члены общественной организации Ассоциация студентов Свердловской области выстроили слова «Россия, Крым, Севастополь». А активисты областного союза общественных организаций растянули 50-метровый флаг России с надписью «Крым наш». Кроме того, в центральных точках города прошли пикеты ряда иных общественных объединений. В Артемовском городском округе вместо праздника жители муниципалитета, провоцируемые силами для которых любая стабильность, как кость в горле, вышли на митинг, где звучали вовсе не позитивные призывы. Организаторы народного схода сделали ставку на недостаточную информированность артемовцев, положенным для округа и региона вопросом. Однако далеко не все жители муниципалитета поддержали митингующих и их позицию, проявив сознательность и осторожность в своих суждениях. Более подробно о том, как знаковый для всех россиян день прошел в Артемовском городском округе, смотрите в нашем специальном сюжете.